Ты что-то распух как-то страшно. Что с тобой? Старее надо. Я что-то пока не готов. Выиграл очень много турниров. Где-то 200-250 турниров выиграл. Привет, друзья. Это «Практика с Бодюком». Вы смотрите телеканал «Точка отрыва». Сегодня мы будем говорить о бодибилдинге. Александру Алексееву 60. И в свои 60 он продолжает успешно выступать на соревнованиях. Поехали. Александр Алексеев. Российский и советский бодибилдер. Многократный чемпион России, Европы и мира. Абсолютный чемпион Кубка России среди мастеров. Саня, привет. Привет, Сергей. Рад видеть тебя. Ты что-то распух как-то страшно. Что с тобой? Старее надо. Сколько лет бодибилдингом занимаешься? Чисто бодибилдингом занимаешь 32 года. 32 года? Да. И соревновательная карьера сколько? Столько уже. Какие турниры выигрывал? Ну, выигрывал очень много турниров. Где-то 200-250 турниров выигрывал. Пятикратный чемпион Европы, двухкратный чемпион мира, семикратный абсолютный чемпион России. Ну, вот-вот ты только что выиграл Россию, опять абсолютно взял? Нет, только что не взял. Не взял? Ну, все-таки возраст уже. Ну, как возраст? 60 лет. Многие говорят, ну, мне там поздно, уже 30, я старый, 40, я старый. А ты в 60 лет выходишь наравне с молодыми парнями. Ну, конечно, это стимул в спорте должен быть. И правильное питание. Я вообще предпочитаю разрушенные и движительные голодовки. Это ты после соревнований их применяешь такие, да? Нет, я перед соревнованиями, наоборот. Перед соревнованиями? Да, за три месяца перед соревнованиями я начинаю голодовку длинусь. Мога ли применяешь голодание? Ну, последние пять лет. А голодание, оно помогает тебе чистить, то, что называется, почистить организм, как бы восстановить организм, потому что нагрузки, то чудовище. Да, длительное голодание помогает. Раньше я практиковал по 7 дней, сейчас на 15 не перешел. То есть, сейчас я готовлюсь, я сама голодаю один день. Даже во подготовке? Да, один день я на воде, все. Ну, это же считается, что мышцы посхать, а что у тебя там посыпется? Нет, ничего не посыпется. Все три раза. Когда я голодал, я потерял 5 килограмм всего лишь. 15 дней на воде. 15 дней, всего 5 килограмм. А когда я был на овощах и фруктах, месяц, я вообще прибавил килограмм. И форма не терялась? И форма не потерялась, сушь встала. А силы есть тренироваться? Сил очень много, энергии очень много. А когда ты голодаешь, ты тренируешься или ты меняешь как-то тренировки свои? То есть, отлично голодание, там уже через 3 дня, 4 дня уже нельзя. То есть, ты можешь ароматик делать, там такие упражнения. Растяжечку. Растяжечку, знаешь. Ты делаешь достаточно длительные тренировки по времени, для того, чтобы восстанавливаться. Ты делаешь большие перерывы между подходами. Едой ты не перегружаешь организм. То есть, ешь ты, в принципе, ну, как обычный человек. Я скажу, что даже очень мало ем, честно говоря. Весами какими это работает? Большие ли веса, маленькие веса? Сейчас я большие веса не беру. Лет 5 назад я перешел на такие веса, которые я могу сделать 20 раз минимум. То есть, это много пасторки? Да. Это вообще эффект хороший дает. Твое отношение к кардио меня очень интересует. Кардио ты делаешь? До 3 минут, 15 минут. После 20 минут. То есть, 35 минут. Без этого я никогда не ухожу, не прихожу. А кардио какое ты делаешь? Велосипед, ходьба? 35, ходьба. Некоторые там ленятся. Спортсмены говорят, а, время убивается наше. Сразу идут. То есть, магазин надо запустить. 15 минут достаточно разу? Да. Как пот пошел, уже нормально. То есть, нормально, ты готов к тренировке? И по окончанию сколько ты еще делаешь, Горюш? 20 минут пока еще такое. 20 минут уже просто на заминке? Да. Сколько у тебя времени в день уходит на тренировки? На тренировки, в общем, мне выходит 3 часа. 3 часа? Да. Это подряд или ты распыляешь как-то их подряд? Нет, я, в общем, занимаюсь 4 раза в неделю. Стараюсь заниматься. Ну, когда подготовка, у меня раз в 6 приходится. А так это обычно 4 тренировки? 4 тренировки. Я уже знаю, что если я больше буду тренироваться, будет усталость будет. Ты не сторонник вообще, ажимодно, как бы, короткие, мощные такие тренировки, но по 45 минут, по часу максимум говорят, что ты все-таки как старая школа, вот занимались 2 часа в качалке, 2 часа надо провести, да? Ну да, ввиду возраста это даже не очень будет хорошо, так себя нагружать. То есть ты большие перерывы делаешь, да? Да, могу отдохнуть, чтобы отдохнулся, снаюсь, сделал опять. Ну и сами видите, форма у меня хорошая. Вот ты же начал выступать, это, 35 лет назад, ты помнишь еще все золотое поколение, которые выступали там в начале 90-х, правильно? Уже сменилось не одно там, 10 поколений, наверное, сменилось соревновательных. А ты все ездишь и тренируешься и выступаешь, не надоело, нет? Мне уже говорят, вечно, вечно, вечно уже говорят. Капричанин соревнований, ой, Саня приехал. Все. Ты как талисман уже, наверное. Место первого его, уже никто не претендует. Как семья относится к твоим тренировкам? Все-таки столько лет ты посвятил спорту. Сколько у тебя детей, давай, да, скажешь? Детей у меня трое. Трое детей. Ну, пошли кто-то по линии спорта из твоих детей? Средний, да, сын хочет. Выступал уже на Москве. Выступал был. Сейчас опять на осень готовить его. А так остальное, дочка, она нет. Старший сын ушел в вегетарианство. А, то есть он здоровый образ жизни с таким образом ведет? Я к нему тоже приключаюсь там, голодаю с ним вместе. А это он тебя сподвиг на голодание? Нет, я раньше занимался. Просто сейчас возможность здесь. Он там на Бали снимается, я туда к нему раз на Бали. Там полегче все-таки. То есть любишь к сыну приехать там? Ну да. А не поддерживаете твои начинания все спортивные? Да, батю все поддерживают. Батю все поддерживают. Жена там что-то ворчала, ворчала, ворчала. Года два назад. А, выступали, так и осталось все уже. Пускай выступает, уже бесполезно. Бесполезно, да. Это мой образ жизни. Куда бью, уже деваться от него. Да не может быть, знаешь. Просто люди не верят. Доктор, до скольки лет ты планируешь выступать? Ну, думаю, 72 года. До 77 года. Да. Там другая категория уже будет. А там уже какая? Плюс 72. Плюс 72. А сейчас какая категория? Сейчас плюс 55. А есть уже категория там плюс? Больше 70 лет разве есть она? Ты же уже все, по-моему, есть, да? То есть есть, и выступают ребята. Есть там мало вообще. На мире, на мире, на Европе не собираются. То есть ты решил, что вот до 72 ты будешь четко выступать? А там уже перейду. Плюс 72. Ну ты нам обещаешь, что мы обязательно тебя снимем, потому что надо же понимать, что им не надо делиться, делиться наработками. Я, честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с бодибилдером, который голодняет подготовителем и не съедает 10-15. Я сам прихожу там в России где-нибудь. Ну там меня знают все. Я говорю, ребята, сегодня у меня 3-й день голодания. Я еду качаюсь. Я говорю, да не может быть. Просто люди не верят, что можно не есть 3 дня и заниматься еще спортом. Но ты же грамотно голодаешь. Тебя кто-то учил, тебя кто-то вел, ты обращался к специалистам. И ты сам как-то научился уже? Я вообще первый раз поехал голодать в санаторий, где проводят наблюдения. То есть ты сначала тебя научили все делать? Я там опыт принял, принял опыт, узнал, как все делается. Узнал мой день, пятница, по знаку зря, как голодание. Ты даже это считаешь? У каждого есть свой день, когда легко голодать, какому-то человеку. Могу потом скинуть эту графу. А смотрите, может тоже подключить голодание. Я что-то пока не готов. Сколько раз в день ты питаешься? Из чего состоит твой рацион? Обычное питание, потому что я много не ем, не пригружаю себя. Не так, как некоторые бодибилдеры, что с собой не носишь еду разве? С собой ношу тогда, когда какой-то уезжаю, потому что надо питаться. Регулярно. А так, у меня нет такого фанатизма, что надо бежать, поесть быстрее. Потому что если ты поел утром белок, он тебе 7 часов будет перевариваться еще. Будет славиться потихонечку, не надо, там, с вами голову как некоторые бегут, и они, наверное, поесть, поесть. Это не смысл, это просто представляет свою жизнь белком. То есть ты не сторонник перегружаться белком? Нет, не сторонник, надо понимать свою середину и вот питаться такую. А она у каждого своя? Как ты вычислял именно тот объем белка, который нужен тебе для строительства таких мощностей? Все люди разные вообще-то. У одного свая так вот, так усвоится. Сам должен почувствовать, сколько ему надо. То есть это с опытом приходит? Да. Ну не перегружайся, белок не усвоится много. Просто это лишнее поет, наградно на печень, на печень, на почки, но и эффект потом у тебя отсказывает большой. Принимаешь ли ты спортпит? Есть в твоем рационе спортивное, спортивное питание? Есть спортпит. И что это? Ну, БЦА. БЦА, принято. Витамины, но я беру натуральные витамины, в натуральной основе. А шейки протеиновые, что-то вот такое, изоляты всевозможные? Ну, бывает иногда. У меня есть, я не спорю, есть. Ну, и очень мало принимаю я ее. Очень мало. Да. То есть достаточно нормального питания, чтобы быть в такой форме. Я вот смотрю на тебя, и все эти мифы о том, что с возрастом мышцы там становятся, обвисают, вот вся вот эта история, все эти рассказы, она не соответствует действительности. В 60 лет ты выглядишь лучше, чем многие молодые. Потом, опять же, миф, что нельзя накачать большие мышцы без огромного количества питания. Питаешься ты совершенно нормально и немного. Но миф, что необходимо принимать лошадиные дозы спортпита, тоже с тобой не Катя. Ты голодаешь, ты какой-то неправильный бодибилдер, слушай. Как так? Ну, не знаю, делаю неправильно, неправильно. Самое главное, конечно, результат, конечно. Я так себе нашел в себе, такой подход себе нашел. Значит, у меня это правильно. Скажи мне, пожалуйста, самый главный вопрос. Ты посещаешь врачей, ты проходишь спонсоризацию, ты проходишь обследование, что тебе врачи говорят? Два раза в год я зову анализы. Два раза в год. Ну, проверяешь, смотрю. Ну, не так, что... И как? Все анализы нормы у меня. Таблетки я нигде не ем. Нет давления, ни от чего вообще. То есть не мучаются? Возьмем человека, любого человека. Моя возраста, все принимают таблетки какие-нибудь. Уже все, да. А я вообще ничего не принимаю. Нашим зрителям очень важно было сегодня понять методику, потому что я-то наслышан о ней. Я знаю тебя уже много лет, а она нетипичная, скажем прямо, она нетипичная метода тренировок, но лучшим аргументом в ее пользу служит то, как ты выглядишь и как ты себя чувствуешь. Так что, огромное тебе спасибо, что выделил. У меня даже молодые говорят, что у меня кожа, как у молодого человека. Ну да, абсолютно, да. Как станет, такую кожу сохранил? Просто регулярные тренинги, все-таки, я думаю, в основе того, что ты не перегружался едой и вот эти вот твои... Да, животы-то не раздувал. Не раздувал, да. То, что ты вот практикуешь голодание лечебное, я думаю, что это не последнюю роль играет. Это вообще, я думаю, важная роль вообще у нас. Молодых там еще, может, переваяться, все, вылетает. А уже кому-то 40, уже, я думаю, это надо практиковать обязательно. Ну, я, пожалуй, прислушаюсь с тобой. Приеду к тебе, поехали на бале вместе, к сыну твоему, и там поголодаем. Я же тебя приглашал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, братцы, не знаю, как вы, а я, пожалуй, после такой программы обязательно останусь здесь в зале и классно прокачаюсь. С вами был Сергей Бадюк, телеканал «Точка отрыва». Берегите себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА